Как в Сингапуре научились справляться с депрессией, смогут ли пятеро шотландцев купить остров, на котором живут, и кого домогался Дастин Хоффман 30 лет назад. Об этом и не только в нашем обзоре. В Нью-Йорке, несмотря на теракт, все-таки состоялся парад по случаю Хэллоуина. Участников не смутили красные, белые и голубые огни, которыми осветили здание Всемирного торгового центра по распоряжению губернатора. Эти цвета в стране символизируют свободу и демократию. После теракта власти хотели показать, что американцев не запугать. Люди веселились под усиленной охраной вооруженной полиции. Как выпустить пар после тяжелых рабочих будней, придумали в Сингапуре. Там предлагают снять напряжение в комнате ярости. В ней можно громить все от старых телевизоров, магнитофонов и прочего технического хлама до стеклянных бутылок. Стоит эмоциональная разгрузка 38 американских долларов за полчаса. Для желающих разойтись на всю катушку есть спецпредложение за 350 долларов. Пятеро жителей хотят купить остров, на котором живут. Всего-навсего осталось найти около 4,5 миллионов евро. Владелец острова Алва в Шотландии выставил собственность на продажу. Жители переживают, что их попросту может выселить новый хозяин и хотят воспользоваться законным правом первым выкупить Алву. Сделка должна состояться не позднее июня 2018-го. Люди обратились во всевозможные государственные фонды и к частным спонсорам. Но пока никто не изъявил желание помочь. Дастин Хоффман оказался в центре сексуального скандала. Голливудского актера обвинили в домогательствах. Все произошло якобы на съемочной площадке фильма «Смерть коми-вайажора», который вышел на экране еще в 1985 году. Тогда вместе с Хоффманом работала 17-летняя ассистентка-продюсера Анна Хантер. Она утверждает, что актер открыто флиртовал и даже пытался приставать. Сейчас Хантер работает блогером в издании «Холливуд-репортер». В своей колонке и поведала обо всем. Дастин Хоффман заявил, что сожалеет, если обидел Хантер, но так и не подтвердил факт домогательства. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею. Его зажгли 24 октября в Афинах. Оттуда передали в корейский город Инчхон. Ровно за 100 дней до начала зимних игр. За это время огонь успеют пронести по всей стране около 7,5 тысяч факелоносцев. Право сделать это первой прямо от трапа самолета досталось 13-летней южнокорейской фигуристке. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте и подробности в ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра.